Это такая, ну действительно, чрезвычайно новая вещь, потому что чемпионат WorldSkills давно существовал именно в системе среднего профессионального образования. Но вот мы рискнули и решили это попробовать и для системы высшего образования, усложнив переделов. Наши компетенции педагогические, наши компетенции начинающие. Мы пока что находимся только на национальном уровне и принимаем участие в вузовских чемпионатах. И первый такой национальный вузовский чемпионат пройдет в конце ноября в Москве, где уже будут представлены новые компетенции учителя основной и средней школы и учитель технологии. В будущем предполагается, что чемпионат, вероятнее всего, выйдет и на международный уровень. Ребята будут соревноваться в течение трех дней на такие умения, будут показывать такие умения, как умение строить учебное занятие, умение его проводить, умение правильно простраивать все взаимодействие с обучающимися. Среди заданий встречаются и фрагменты урока с волонтерами, которые представляют учащихся, и организация внеурочной деятельности с учащими, с популяризацией современной техники и технологии. И есть задания по организации практической работы, когда в ходе работы они должны создать тот или иной материальный или информационный продукт и представить его в качестве результатов своего участия в конкурсе. И есть задания по работе с различным оборудованием и конструкторами. Спасибо большое ГУЗу, который принимал этот чемпионат, за организацию. Все три дня мы не ходили голодные, у нас было хорошее настроение благодаря вам. Спасибо экспертам за оценку. И мы очень рады, что поучаствовали в этом чемпионате, как первопроходцы. И я поздравляю Московский городской педагогический с объективным судейством. Меня зовут Семина Анастасия. Я учусь в Институте иностранных языков Московского городского педагогического университета. Участвовала в узборском чемпионате конкурса WorldSkills Russia. Пригласила меня на тестовый чемпионат сначала в сентябре заведующая кафедра методики обучения английскому языку. И для меня это вообще был такой новый опыт. Я не знала, что нас ждет на чемпионате. Это был на самом деле мой первый опыт проведения, например, учебного занятия с группой каких-то незнакомых мне детей, волонтеров, студентов. Фадеев Андрей Сергеевич, ИГН МГПУ. Учитель истории. Обучаюсь на учителе истории. На чемпионат попал, потому что сначала позвали участвовать в отборочном туре в Институте гуманитарных наук и управления. Ну и как-то так вышло, что прошел вот на московский этап. Впечатления очень яркие. Конечно, усталый вот этот вот тяжкий груз бремени второго места сейчас на меня давит. И я с трудом могу думать. Меня зовут Неврая Василиса. Я приехала из города Нижнего Новгорода, из педагогического университета имени Казьмы Минина. Моя номинация – это учитель технологии. Я заняла второе место, почетное второе место. Вообще мне очень понравилось все. Было хорошо организовано. Нас на протяжении всех трех дней сопровождали, не давали нам быть одним. Как-то поддерживали морально, еще как-то. На самом деле, действительно очень хороший конкурс. Он хорошо организован. И остались только положительные эмоции. И да, конечно, я поеду еще раз. Меня зовут Клюя Екатерина. Я очень рада, что я поучаствовала в этом чемпионате. Заняла первое место. Я считаю, что это колоссальный опыт, как для будущего педагога. Действительно проверить свою компетентность в профессии. И, конечно, в дальнейшем хотелось бы участвовать в таких чемпионатах. И все, чтобы больше участников принимали участие. Потому что это действительно хорошая вещь. Меня зовут Юртаева Екатерина Андреевна. Я приехала из Мордовского государственного педагогического института. Мое направление – это информатика, математика. И я приехала как раз представлять свой вуз. Потому что меня кафедра направила. Я слышала про этот конкурс и раньше, про чемпионат. И всегда это казалось чем-то таким совершенно недостижимым и неприкасаемым. И когда мне предложили, я сразу же согласилась. Потому что это действительно очень интересно. И сейчас, когда я хорошо показала себя, ну, точнее, отлично первое место заняла, хочу сказать то, что было действительно круто. Даже если бы я не победила, я получила массу положительных эмоций. Очень здоровская была организация, мероприятие. Организаторы прям большое им спасибо. Очень хорошо постарались, поработали. Конкурсные задания очень интересные. Все здорово. И кормили нас еще вкусно. До новых встреч! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok